Вредно или безопасно? Трихолог раскрыла правду о наращивании волос и дала советы. Вокруг темы наращенных волос ходит множество споров и мифов. Многие считают, что это безумно вредно. Давайте разбираться, предложила в инстаграм трихолог Лариса Пономаренко. Техник наращивания волос существует несколько. Капсульная, микрокапсульная, тресы, здесь тоже несколько методов их крепления, ленточное, плетение классическое. Конечно, какой метод идеально подойдет именно тебе, скажет только профессиональный мастер по наращиванию волос. Нужно четко оценить тип волос, их состояние и спрогнозировать потенциальный вред, который наращивание волос может причинить. Однозначно нельзя наращивать волосы в период реактивного выпадения. От нагрузки волосы начнут выпадать еще сильнее. Нельзя наращивать, не проконсультировавшись с трихологом, если наблюдаются заболевания кожи волосистой части головы или присутствует зуд, боль корней волос, появление перхоти. Само по себе наращивание – безопасный метод. При равномерном и неинтенсивном распределении наращиваемых волос натуральной, родной, волос находится под умеренной нагрузкой и вполне может ее выдержать. Конечно, нужно поддерживать свои волосы под наращенными, все-таки нагрузка хоть минимальная, есть. Нужно регулярно проходить курс мезотерапии или использовать укрепляющие лосьоны в домашних условиях. Но встречаются и такие случаи. Девушки нарастили очень много волос. На небольшой пучок родных локонов нарастили слишком толстую или длинную и тяжелую прядь. Вот тут проблема – под тяжестью наращенных волос свои могут вытягиваться, образуя места поредения. Также игнорирование коррекции наращивания может привести к проблеме – волосы в прикорневой зоне путаются и собираются в губла, которые потом очень сложно вычесать. Вычесывая, можно выдернуть и повредить. Много прядей. Не бойтесь меняться. Хотите нарастить волосы – нарастите. Не понравится – снимите. Главное – довериться хорошему мастеру, который не причинит вреда своими манипуляциями. Напомним, что ранее косметолог Яна Фокси научила ухаживать за комбинированной кожей лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова